Всем привет друзья мои! Сегодняшнее видео будет о клее. О клее для лодок ПВХ. Мои подписчики знают, что у меня лодка из ПВХ. Лодка Брик 380. Также почти у всех моих знакомых и близких лодки также из ПВХ. С одной стороны, такие лодки очень удобны. Ну, скажем, в плане перевозки или в плане хранения. Не нужны никакие ангары, не нужны никакие стоянки. Да и в плане рыбалки. Такие лодки довольно-таки удобны. Там, скажем, где можно порыбачить на лодке ПВХ или на резиновой лодке, не всегда в таких местах можно порыбачить на алюминиевой лодке, на пластиковой или, скажем, на катере. Но также у этих лодок есть и минусы. Эти лодки можно проткнуть, пробить. А, наверное, самое страшное – это мыши. Да, друзья мои, именно мыши. Многие, наверное, уже сталкивались с такой проблемой. Ну, а кто еще не сталкивался, дай бог не столкнуться с ней. Кстати, друзья мои, настоятельно рекомендую где-то за неделю до того, к вам понадобится ваша любимая лодка, скажем, для рыбалки, достать ее, надуть и проверить. Это нужно для того, чтобы проверить на момент повреждения. Поживились ли вашей лодкой мыши или, не дай бог, просто кто-то случайно ее каким-то образом проткнул. Почему мыши лопают ПВХ? Мнений разных много. Есть мнение, что плохо помытая лодка после рыбалки или после охоты пахнет рыбой или кровью. Это и провоцирует голодных мышей попробовать на зубок. Есть также и второе мнение. Мыши каким-то макаром забираются по складкам лодки и обратного выхода быстро найти не могут. Ну и якобы в панике начинают прогрызать себе новый путь. Версий разных много. Я лично ни с одной из них не согласен. Почему мыши склонны грызть ПВХ, я до сих пор, в принципе, понять не могу. Да и многие понять этого не могут. Только догадки и предположения. Кстати, если у вас есть какие-то свои версии догадки и предположения, вы можете их написать тоже в комментариях под этим видео. Я понял одно, что такого типа лодки надо хранить подальше от мышей. Там, где их нет. Один из вариантов хранить ее дома. Ну, если у вас и дома есть мыши, или, скажем, нет возможности хранить лодку вашу дома, и приходится хранить где-то в сарае или в гараже, то тогда, друзья мои, надо сделать так, чтобы мыши к нашей лодке не смогли подобраться. Есть один хороший вариант. Это сделать определенный металлический контейнер, ящик для хранения нашей лодки. Так, чтобы мыши не смогли залезть. Отличный вариант, но, по сути, немного геморройный. Также я знаю, что многие ПВХ-любители подвешивают свои лодочки к потолку. Таким образом, чтобы мыши не смогли так же пробраться. Но я слышал, что и туда мыши и крысы способны добраться. На сегодняшний момент я вижу, в принципе, только единственный вариант. Вариант – это цельнометаллический какой-то сварной контейнер. Ну, не обязательно сварной, но главное, чтобы мыши не смогли туда пролезть. Ящик металлический. Или хранить дома, где нет мышей. Еще вариант – разбрасывать мышиную отраву, чтобы попросту их хотя бы было, по крайней мере, меньше. Еще есть вариант – ультразвуковые отпугиватели. Тоже классная вещь, но не всегда вроде бы как она работает. Да, вот с такими геморроями нам приходится сталкиваться. А что делать? Это, наверное, один из больших минусов при покупке лодки ПВХ. Именно поэтому, друзья мои, я где-то за неделю до того, как мне понадобится лодка, я достаю ее, раскладываю, по возможности надуваю и проверяю на момент повреждения. Возможно, ее могли прогрызть мыши, возможно, ее кто-то случайно каким-то образом проткнул. Я должен это заранее знать, чтобы устранить эту проблему. Чтобы не получилось так, что мы об этой проблеме узнаем на берегу, когда уже приехали на рыбалку. Я знаю такие истории, где рыболовы-любители попадали именно в такие ситуации, обнаружив, что их лодка повреждена именно на берегу. А уже, друзья мои, по сути, поздно. Тут уже надежды все на наш ремкомплект, или мы попросту обламываемся в рыбалке. И именно таких случаев немало, когда рыбак именно обнаруживает свою проблему только на берегу. Но не только проблема в мышах. Также лодку можно проткнуть и на самой рыбалке. Крючком, веткой, ножом. Ну, мало ли, какие способы проткнуть лодку бывают. Их множество. И никто от этого не застрахован. Кто-то по неопытности, кто-то просто случайно. Что один, что второе, что третий вариант неприятен. С такими ситуациями сталкивались мои близкие и знакомые. Мои друзья. И не так давно столкнулся лично я. Человек, кстати, будучи очень аккуратным. Да я думаю, многие и из вас с какой-либо из этих ситуаций сталкивались. Кстати, если у вас была какая-либо другая ситуация, также можете написать в комментариях. Или просто поделиться своим каким-то случаем из рыбацкой жизни. По поводу пробития или прокола лодки ПВХ. Так вот, по поводу таких проблем, зная, что у меня лодка ПВХ, мои подписчики зачастую спрашивают, каким же клеем пользуюсь я, что можно порекомендовать, какой клей можно положить в ремкомплект, чем можно пользоваться. Ну, чтобы перестраховаться уже на чужих ошибках, я так понимаю. Скажу сразу. Самое важное, это то, чтобы клей был свежий, непросроченный. Был у меня случай один раз, когда я залез в свой ремкомплект, достаю клей, ребята, а он уже через два с половиной года сухой. Просто высох. Срок годности на самом деле у клея небольшой. Там порядка 18 месяцев или года. Но самое большое, у меня хранился клей, вроде бы как не портился, это порядка двух лет. Смотря на никаких условиях его хранить. Но лучше перестраховаться и каждый год обновлять свой ремкомплект новым клеем. На самом деле клей не очень дорогой, не накладно, но это важная деталь, если вдруг что-то произойдет с нашей лодкой, и нам придется ее отремонтировать. Также у меня была в жизни такая ситуация. Приехали на рыбалку, и наблюдаем такую картину, что сосед по лагерю бегает по берегу, суетится и попрошайничая просит помочь в заклейке своей лодки. Мы, конечно, рыбаки, народ дружный и, конечно, помогаем друг другу. Но бывает ситуация такая, что мы отдаем последний свой хлеб, последний свой ремкомплект, и сами остаемся ни с чем. И в любой момент, в следующий час, или через день, через неделю, мы можем попасть в такую же ситуацию, и нам придется самим бегать и просить попрошайничать у кого-то уже другого. Поэтому всем нужно иметь свой личный ремкомплект, и желательно, чтобы он был непросроченный. Ну а теперь, друзья мои, о самом клее. За все время, сколько у нас есть лодки ПВХ, мы перепробовали массу клеев. Реально очень много. Был случай, когда мой отец столкнулся с серьезной проблемой. Его лодка ПВХ практически полностью от жары расклеилась. Лодка была Ниссан Моран синего цвета. У нее отклеился транец, у нее отклеились ручки, у нее отклеились уключины. Подклеилось много чего. Все, что, в принципе, было приклеено к лодке, практически было отклеено. Но самое страшное было, конечно, повреждение транца. Транец был отклеен. Тоска вынималась полностью. Так вот, на первый год, когда мы все это дело увидели, решили это все ремонтировать, мы столкнулись с той проблемой, что мы не смогли найти нужный клей. Мы перепробовали много. Клеили, не держат, отваливается транец. Бац, приклеили, поехали на рыбалку. Рыбалку не отрыбачив, видно от вибрации, опять от жары, все опять заново отклеивается. В принципе, лодку уже были готовы выбрасывать на самом деле. И тут случайно натыкаемся на клей двухкомпонентный. Клей Фастен от Борика. Клей двухкомпонентный. Конечно, геморройно все это дело размешивать, но скажу вам одно. Клей очень мощно приклеивает, ну, по сути, все. Приклеив транец этим клеем и все детали, которые отвалились от отцовской лодки, уже как два года мы забыли про ремонт этой лодки. Это реально. Клей на самом деле не очень дорогой. Стоит где-то там 200 с лишним рублей. Клей полиуретановый двухкомпонентный. С обратной стороны есть инструкция, как пользоваться клеем. Все довольно-таки наглядно и понятно. Этим клеем также нам доводилось клеить не только батину лодку. Мы клеили и повреждения, проколы, разнообразные. Клеили мы также и днище этим клеем. Было днище пробито у лодки ПВХ. Заклеивали с наружной стороны и до сих пор проблем никаких заплатка не испытывает. Она держится, проблем нет. Заклеили также те места, где были проеденные мышами. Довольники, кстати, значительные дыры были прогрызаны. И, в принципе, этот клей заплатку держит. Пока мы искали этот замечательный клей, перепробовали массу, повторюсь. Также мы наткнулись еще на один клей, мимо которого пройти нельзя и сказать о нем обязательно надо, потому что этот клей не самый худший, который мы пробовали. Это клей Клейсбергмастер. Это клей не двухкомпонентный. Конечно, этот клей не с каждой работой справится. Скажем, траниц он так и не смог приклеить и удержать его. Но, скажем, какие-то проколы, скажем, крючком клей спокойно приклеит и заплатку удержит. этот клей тоже неплохо держит и температуры. То есть, с Актюбинской жарой вполне справляется. Он не отклеивается. Мы сталкивались с теми клеями, которые не выдерживают высоких температур, особенно, если лодка у вас темного цвета и она сильно нагревается. Были те ситуации, что попросту клей отклеивался. Вот есть такие клеи, на самом деле, которые феном мы нагреваем, поверхность чего-то, заплатки там уключены, нагреваем феном и наша заплатка или это уключено, к примеру, снимается легко, отклеивается. Вот такие клеи, они чем-то, конечно, хороши, но, а с другой стороны, они как раз сильную температуру, особенно, вот, волжскую температуру, Актюбинскую, Астраханскую, они не выдерживают. И просто сами по себе выключены, допустим, отваливаются. Так вот, такие клеи, они чем-то хороши, а чем-то, ну, вот, имеют такой минус. Этот клей неплохо держит высокие температуры, но, в принципе, при определенном нагреве его можно отклеить. Для быстрого какого-то ремонта клей вполне подходит. Кстати, этот клей стоит меньше 100 рублей. Ну вот, друзья мои, и в еще одном видео я попытался ответить на ваш очередной вопрос. Вопрос заключался в следующем. Илья, какой же клей приобрести для ремонта своей лодки ПВХ? Каким клеем пользуюсь я? Каким клеем пользуется моя команда, мои близкие, мои друзья? Повторюсь, мы перепробовали массу разных вариантов и остановились вот на этих двух. Если у вас какие-то есть свои варианты, реально проверенные свои варианты, пишите в комментариях, и нам это будет интересно. Может быть, мы тоже попробуем эти клеи. И будет всем интересно тем, кто читает комментарии под видео. Это будет полезный совет. Ну, а кому понравилось это видео, ставьте лайки. Кто не подписан на канал, подписывайтесь, друзья мои. У нас довольно-таки неплохой контент, много рыбалки, особенно в Астраханской области. Также у нас есть порой, конечно, банальные, но довольно-таки дельные советы по рыбалке. Недавно я начал продвигать свою группу в ВК. В этой группе вы можете оставлять свои фотографии с трофеями, только обязательно эта фотография должна быть с описанием. На что, как, где, на какую приманку, цвет, модель была поймана эта рыба. Также ребята делятся своими ловистыми приманками, отвечают на вопросы. По сути, это чат-группа. Надеюсь, она всем будет полезна. Также в нашей группе очень много всяких тем для обсуждений создано. Проверенные ссылки с Алиэкспресс, какие-то дельные, опять же, советы от наших подписчиков, от меня в том числе. Подписывайтесь в эту группу, ссылка будет под видео. Помогайте эту группу продвинуть, я вам буду очень благодарен. Также мы ведем свой Инстаграм, где вы можете обнаружить, ну, самые, наверное, быстрые новости с водоема. Я по возможности с рыбалок выкладываю тут же видео в Инстаграм. Это также бывает порой полезно. Где что клюет, на что берет, какая обстановка на водоеме. Все, друзья мои. Надеюсь, что видео было полезным. Не забывайте ставить лайки. Кто не подписан, опять же, подписывайтесь на канал. Всем рыбацкой и жизненной удачи. Всех благ вам. Субтитры сделал DimaTorzok